всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снова свой влог и хочу вам показать сам посылочки которые мне пришли с алиэкспресс я потихонечку начинаю готовиться к школе точнее уже начала давно вот заказала кое-что к школе с алиэкспресс на самом деле получилось у меня случайно заказать просто сыночка кто увидел им очень понравилось он захотел почему бы и нет вот мне пришло в этот раз все в таком большом мешке мне кажется вот этот большой мешок это было запаковано на почте россии ну или где-то где таможня потому что заказаны в разное время но посылки пришли вот в этом огромном мешке и потом все как обычно в таких мешках но не буду шуршать сейчас вам покажу что мне пришло как девочки вот мои скажем так покупки значит вот эти я приобрела два рюкзака вообще я мне нужен был рюкзак ну как нужен не совсем конечно но хотела купить рюкзак своему старшему сыну ходить в школу вот и он чисто случайно я сидела общем на сайте на алиэкспресс да и он увидел меня вот этот рюкзак и просто мамочка какой он классный в общем я ему заказала девочки ну и заказала второе младшему так как я ну всегда я так делаю если что-то такое интересно заказываю старшему то младшему точно это у меня выбрал младший сам я не буду шуршать принесла один пакет показать вот такие были пакеты внутри пупырчатые то есть мне кажется здорово вот такой рюкзачок для младшего сыночка мне он очень понравился он безумно нравится моему младшему сыну посмотрите какой классный единственно что он действительно такой маленький то есть ну вот школьный рюкзак да это обычный стандартный размер школьного рюкзака а это вот этот там правда можно выбрать побольше размер но рюкзак просто бомбически у кого детки любят тематику человека паука дата это вообще супер у меня вот младший очень любит здесь идут вот такие кармашки вот эта часть она прям такая жесткая сделана внутри он не воняет вообще ничем очень хорошо все сделано внутри просто идет вот такое отделение но это вот хорошо там не знаю на спорт какой-то ходить и так далее здесь вот такая и вот эти лямочки они соответственно здесь регулируется здесь тоже жесткие лямочки ну вот это сзади спинка она такая не очень жесткая вот эта часть более жестко классный рюкзак классно сделано девочки не моему младшему сыну он просто визит от восторга даже здесь подумал меня просто будет с этим рюкзаком ну и старшему вот такой рюкзачок вот это я не знаю кто но это какой-то какой-то герой и в общем кто-то там да значит он идет вот здесь вот такая оля кожаная вставка здесь оля кожаные вот такие штучки на этой кожзама сделано вот такие ремешочки тут просто наверное для красоты я так понимаю кармашки идут вот такие сечты и здесь вот тоже ремешочки в общем куча ремешочков так я тут все расстегнула посмотрите нигде не торчат нитки все очень хорошо прошита на мой взгляд а здесь один такой большой карман и вот такое одно отделение спинка здесь такая жесткая но не очень жесткая то есть такая она достаточно здесь вот идет такой кармашек ну аля для ноутбука здесь вот еще кармашки и вот такое большое отделение да здесь вот такая вот штучка в общем и лямки соответственно тоже регулируются и здесь что такая история здесь есть вот такая штучка чтобы power bank до сюда вставить и в общем зарядить и для наушников и для зарядки что моему сыну вообще безумно понравилось в комплект шли проводочки на проводочки девочки я не нашла сын у меня старший куда-то убрал чтобы их не потерять ну как-то знаете по подальше положишь поближе возьмешь из этой серии в общем очень понравилось качество продавец отправил быстро то есть я вечером заказала на следующий день он уже все отправил очень классные рюкзаки ну согласитесь ну прям красоту ли у меня будут вот так что вот так вот а себе я заказала вот такой вот такую сумку для покупок я в прошлом году кто мне давно смотрит ну как прошлом году еще зимой весной думала где же мне взять вот такие сумочки чтобы положить сюда какие-то покупки до продуктовые я имею ввиду бросить постирать ну чтобы не использовать пластиковые пакеты я вам говорила не раздражают и но их постоянно выкидываешь мне кажется их слишком много уже становится мне очень понравилось что здесь идет вот такая кнопка там по-моему можно выбрать размер девочки точно не помню стоило что-то вообще недорого я думаю ну отлично должна быть сумочка мне понравилось то что вот здесь есть кнопка что не будет все торчать если допустим там но немного покупок там я не сам молоко хлебовка из этой серии то можно вот в такой сумке я выбрала зелененький такой цвет мне кажется очень классно это такие вот обычно они в магазинах тоже продаются на кассах обычно вот так что мне очень понравилась такая сумочка и еще я себе взяла я вам уже говорила что еще заказала себе два браслетика два вот таких браслетика они шли вот в большом мешке и еще вот в таком маленьком пакетике с пупырками да вот здесь вот и еще продавец вот к этим браслетикам положил две тряпочки для того чтобы ухаживать два вот таких пакетика и вот такие вот они были вложены вот в такие пакетики я взяла 18 сантиметров и мне они достаточно такие то есть хорошо сидят и еще были два вот таких браслетика ну как бы веревочки это одно из них я ношу вот с такой киской вот мне очень кстати нравится такие красные вот эти веревочки значит это идут вот на такой нитке как бы жемчуг честно признаюсь вам что я не умею определять настоящий это жемчуг или нет но это реально камушки то есть может быть это просто какие-то камушки покрытые вот перламутром я не знаю девочки я не могу определить но в отзывах кто-то писал что это настоящий жемчуг но он видите весь такой есть какие-то вот такие вот ну то есть он весь 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 абсолютно разный и здесь вот есть вот такая бусинка одна и на втором тоже вот такая ну типа под серебро видите весь жемчуг он такой разный даже если это просто как бы баловство вот но мне очень нравится их можно носить два вместе то есть они такие небольшие можно носить по отдельности они идут на резиночке мне безумно понравилось я могу вам посоветовать очень классная мне нравится вот эти браслетики сушки я прям фанат стала браслетиков с алиэкспресс даже если это какая-то бижутерия даже если это пластик ну окей хорошо пусть это будет бижутерия пусть это будет пластик но это реально вот такое ощущение что это камушки какие-то то есть ну я не умею определять жемчуг скажу вам сразу вот так вот видите не выглядят но класс мне очень понравились мне понравились как они смотрятся вот так вот на ручке они никаких поломанных нету все классные вот мне очень понравилось такие поджемчик очень классно так что вот такое вот такая вот ко мне пришла девочки посылка но мне нравится мне очень нравится вот эти вот браслетики из камушков такие некрупные очень классно вот так что не забывайте что все ссылочки я вам оставила внизу инфобокс а у нас питере немножечко распогодилось аж целых двадцать четыре градуса нет дождей солнышко конечно же я ловлю этот момент и и загораю у нас редко бывает такая погода поэтому я я загораю люблю это делать меня спрашивать каким средством как-то меня спросили да я средства для защиты я использую сейчас я использую вот такое это средство для загара точнее масло спрей для загара от faberlic содержит spf-6 именно по этой причине я бы не стала его брать на море или не использовала бы в качестве защиты на юге скажем так страны мне кажется spf-6 это крайне мало но для питерского солнышко которое периодически закрывают тучки мне кажется отличный вариант я не скажу что загар от этого ложится от этого средства быстрее что вы прям пять минут позагораете будете шоколадкой нет такого нет загар просто более ровный кожа не пересушивается на солнышке и он не дает такого жирного блеска он знаете придает такое коже такую холеность то есть он как бы впитывается в кожу и мне очень нравится эффект с этим маслом но еще раз повторюсь на море я бы его не брала тут я пытаюсь показать что он на такое маслянистый это все-таки масло но видите то есть кожа не вот блестит прямо как вот намазанная маслом да очень даже неплохо смотрится ну и конечно тут я готовлю ужин буду готовить курочку как бы как бы по кфс скажем так здесь у меня такой маринад значит соевый соус я вам оставлю до ингредиенты внизу в инфобоксе здесь соевый соус вода специи немножко соли делается вот такой маринад можно положить сюда красный перец я не положила но на самом деле надо было было бы чуть-чуть поострее и заливается можно куриные крылышки можно просто вот такой филе нарезанного меня тут филе с бедра и филе грудки вот все это хорошенечко так вот перемешивается ставится на холодильник на минимум на 6 часов лучше вообще поставить не знаю часов на 10-12 это было так написано по рецепту но у меня постояла где-то часов 7 в холодильнике это вот я с утра заморозила да мне там затесалась какой-то крылышко вот я его тоже сюда бросила и потом мы все это будем обжаривать во фритюре скажем так вот но не совсем у меня получилось во фритюре в масле скажем так большом количестве маслом вот то есть вот так вот должен маринад прямо покрывать всю курицу и тогда она будет такая мягкая но советую все-таки добавить немножко красного перчика но теперь мы делаем саму панировку здесь обычная самая простая мука в нее нужно добавить паприку но у меня паприки не было я добавила специи для курочки немножечко добавила сюда соль и сюда можно тоже добавить красный перчик будет поострее но я не стала и побоялась что будет слишком остро ну как-то вот не стало зря надо было все таки сделать все это хорошенечко перемешиваем и сюда мы добавляем нашу курочку которая уже промариновалась до стоять она должна в холодильнике когда маринуется все это нужно хорошенечко размешать чтобы до соли и специи все это распределилось если добавить что паприку вот как я видела на рецепт по рецепту да то получается вот это вот мука приобретает такой красноватый оттенок то есть такое более аппетитнее выглядит скажем так то есть паприка мне кажется просто придаст цвет хотя можно мне кажется и куркуму добавить да будет тоже аппетитно вот ну и теперь мы достаем не сливая прямо вот ну вначале перемешав чтобы была вот эта жидкость на курице вот и мы ее будем перекладывать в нашу муку вообще муку эту нужно как бы в пакет да и потом в пакете перемешать но я что-то решила вот так вот в миске сделать миске тоже кстати нормально вот но вот по рецепту было что именно в пакете нужно хорошенечко так встряхнуть перемешать и после этого нужно слегка то есть переложить на дуршлаг слегка промыть а потом добавить снова в муку да в эту в эту же если она осталась то у вас или новую такую смесь сделать из муки то есть вот этой вот получается муки на курицы должно быть много и она должна быть именно такими вот прямо комочками как в кфс именно да то есть вы поняли да вот это такая вот панировка хрустящая очень классно на самом деле сразу забегая вперед скажу что моим мужчинам безумно понравился этот рецепт они просто были в диком восторге сказали что реально как в кфс только не так сильно остренько да как вот обычно то есть красный перец я в следующий раз когда буду готовить это блюдо я буду готовить его точно потому что у меня его уже заказали я добавлю красный перец вот я его слегка промыла да то есть видите не совсем получился такой как бы кому который вот я распределила заново уже в этой муке руками и потом когда отправляла в масло я немножечко так стряхивала муку чтобы вот масло не сильно горела масло обычное растительное у меня его было мало поэтому я взяла вот такую маленькую кастрюльку как вы видите то есть налила мало вот и я их просто переворачивала жарила то есть масло меня не сильно не на самом таком сильном огне да я их просто переворачивала потом и выкладываем на бумажное полотенце или на салфетке то жарим до такой прямо золотистой корочки чтобы и да и вот эти кусочки желательно делать не толстыми чтобы она хорошо прожарилась а здесь я буду делать соус к ним который нашла уже в отдельном рецепте но тоже вам напишу внизу в инфобоксе значит укроп берется сметана и хрен я обычно все то же самое делала с чесноком но в этот раз вот решила попробовать такой вариант этот соус тоже безумно понравился моим мужчинам то есть у меня все заказано ну тут конечно же помогает мне моя подруга ну как бы куда без нее я и даю немножко сырого мяса нам ветеринар разрешил именно в сыром виде то есть не в ошпаренном не вареном не в каком-то таком а именно вот в сыром виде можно давать и ну конечно же тут еще котейка моя кстати когда есть у меня кот собака никогда не отнимает вот он поел ушел и только тогда она приходит и кушает доедает то что он скажем так не дают видите она лежит вот может постановить конечно но ну вот так вот она то есть он отошел и она тогда доедает за ним вот так так вот кот воспитал мою собаку вот и вот так вот у меня получается. Я еще нарезала помидорки, целая вот такая тарелка у меня получилась вот этих вот курочки по KFC, как мои назвали мужчины, и соус. Соус тоже безумно вкусный. Я еще добавила мои макарошки, сама съела просто курочку, помидорчики и вот этот соус. На самом деле, девочки, он реально получается как в KFC. Я очень советую, конечно, это масло, это все жареное, но иногда побаловать мужчин, даже сделать какую-то закуску, когда собираются какая-то мужская компания, мне кажется, вот такой вариант. Ну, мужчины оценят это 100%, потому что мои оценили, но добавьте красный перчик, девочки, немножечко, но все-таки нужно добавить, они будут такие поострее, такие или какие-нибудь такие специи поострее, чтобы было немножко, потому что у меня получилось, просто взяла специи для курицы, они не сильно острые, добавила черный перец, думала этого будет достаточно, но нужно еще обязательно добавить красный перчик. И соус, конечно, вот этот тоже очень вкусный. Вот, так что вот такой вот у нас сегодня вкуснейший ужин, который у нас повторится не раз по заказу моих мужчин, племянников в том числе. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, оставляйте свои комментарии, все ссылочки, все описание я вам оставила внизу в инфобоксе, так что кому интересно, переходите, смотрите. И до новых встреч!